привет друзья с вами андрей чайкин позывной геныч и я в походе в одиночном очередном да вот в общем цель моя отойти немножко подальше в лес развернуться напилить дров к лице и замечательно отдыхать на той этой поход выходного дня с теплой палаткой ну сегодня у меня такой разнообразный завтрак потому что у меня остался бутер с вечера с сыром и колбасой плюс бутер с салом как полагается фейка немного укропа остался со вчерашнего приготовления ужина зимние похода все таки штука довольно специфическая скажем так на любителя и можно сразу всех разделить зимних походников на путешествующих и выживающих у меня ничего не имею против выживающих сам подобные конструкции строил если хотите посмотрите в глубине архива есть там фильмы про то как я чуму строил там это далее самое интересное что в этом случае получается что все эти выживальщики успевают построить свое укрытие при свете зимой когда световой день вот вывод простой максимум пол километра от дороги где машину бросил отошел и выживает потому что даже такое простейшее укрытие как чум из терпаулина который я делал требует минимум два часа работы плюс переход если ты нормально идешь то его строить начинаешь заканчиваешь уже в темноте а там такие сооружения из навесы переплетенные покрытые там лапником дранкой из коры я вас умоляю после этого он еще валит сухостое немерено чтобы костер сделать надью там или длинный костер любой чтобы греться не они ребят пробовал это и другое и спал под навесом есть минус один очень серьезный под навесом один раз и просто так вот но делюсь опытом давно довольно таки уже я еще тогда не снимал видео но я нарвался на такую неприятность в общем я построил навес лег спать все нормально там надью сделал себе тепло ночью резко усилился ветер а так как навес то делаешь чтобы он тебя от ветра прикрывал то возникла такая штука что завихрение воздушного потока и дым из-под навеса не выходил народ я все так глаза зафигачил дымом что я думал все трындец я не мог открыть глаза у меня дико резало глаза дым попал очень сильно вот хорошо чай был холодный я чаем ну чуть подогретый чай сидел промывал глаза чтобы хоть что-то видеть потому что я не мог открыть глаза просто элементарно у меня резало глаза страшно я думал все трындец попал ну вот так что тут есть такой существенный минус неприятный так что с этими навесами после этого кстати говоря я навесы перестал делать вообще ну их нафиг вот этот вот дымовой вал такой то есть получалось ветер сверху идет ветер бьет навес обтекает его а тут у тебя горит костер и дым поднимается вверх и он его закручивает и дым не выходит накапливается причем накапливается так что ты даже лежащий получал полный кажется по полной программе вот а путешествующих можно разделить на две группы те кто идут с холодной палаткой с теплой палаткой холодная палатка то вообще с холодной ночевкой я хожу с теплой с теплой ночевкой тут классно мне нравится вот хотя я ходил из холодной там минус какой основной мне не понравился что палатка очень сильно кандишка выпадает и ней такой да она выпадает и на спальном мешке и на вот крица внутренней палатке вот здесь тоже кандишка будет я вот когда печку перестаю топить и начинают складывать палатку чтобы идти на переход она корочкой такой покрывается но это терпимо это внешняя палатка внешнюю палатку можно во первых стряхнуть эту корочку во вторых ну можно с ней прямо идти следующий раз развернул печку поставил затопила на тут же испарилась вот а теперь представьте что вы не одну ночь идете а три или пять вот и каждый раз ставить палатку с кандишкой вот этим льдом и ним который внутри накопился меня вот поэтому ну да вот есть типа выход как у эрика нормарка очень мне нравится этот канал шведский швед такой ходит эрик нормарк он вообще палатку он вообще не не носят печки у него нету и не знаю нету или четыре не припомню чтобы он ее таскал вот уходит без печки он полностью полагается на свой термоядерный спальник спальник у него действительно офигенный вот более того он даже когда вот он где-то в заполярке живет шведской а там же постоянно эти антициклоны вот и он ставит палатку он не ставит палатки вообще он расчищает место кладет там один коврик второй коврик и надувашку вот и ложится своем термоядерном спальнике в этом самом еще этот самый конденсат не надевает стряхи потом себя вот такой слой льда потому что нагревается сверху это выходит вот так принципе можно вот с этим спальником который вот у меня вот этим а из домом старым я раньше ходил без всяких печек просто ходил как и все сегодня я принципе тоже так же спал полночи правда первую половину ночи я топил мужественно потом забил на это дело и спать лёг потому что спальник очень теплый он позволяет тебе спать с комфортом на минусах конкретных другое дело что у тебя обувь замерзает те самые кондишка выпадает там все такое замерзшие обувь это вообще просто полный трэш когда-то многие себе сбил просто в хлам ходил еще в латвии ходил в поход и тоже так ботинки поставил почему поставил в палатке холодная палатка была дали поставил лег спать утром проснулся ну твердые до ноги сунул быстренько собрался и пошел они видать не оттаяли что ли еще в общем народ единственный раз когда я были вываливал из ботинка кровь то есть я в такую кашу ноги снес просто ну вот так вот опыт набирается кажется был еще молод не опыт просто кровище пол ботинка было хорошо это было финал что-то по мне 5 шли это был финал я шел на станцию уже потому что ты кольца доехал и начал многие лечить вот так вот что здесь кажется как говорится на вкус и цвет да то есть у каждого свои предпочтения приоритеты кто-то расставляет каждый самостоятельно так ладно буду допивать кофе если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал там жмите колокольчик все такое заходите на канал владимира чайкина там тоже много интересного по походному делу это мой сын и друзья ходить в походы в любое время года но с правильной подготовкой и будем вместе продвигать адекватную походную движуху с вами был адрес чайкин позывной геныч пока